итак по поводу масок значит вот это как наверно можно догадаться по виду самый простой самый дешевый вариант как я шутку называю дедушкина маска дальше идет как бы совершенственный вариант дедушкиной маски и это уже как бы совсем современный вариант сзади они соответственно выглядят вот так вот так и и вот так но здесь кстати эти вот наголовники не одинаковые вот и сейчас я уже более подробно расскажу про каждую маску и не преимущества и недостатки это как я называю шутку вот дедушкина маска значит ее отличительная особенность то что она картонная то есть вот это все картон он конечно там с какой-то пропиткой огню там не огне упорно искру упорно и так далее то есть там какой-то жаропрочный в общем все равно это картон основное преимущество этой маски это дешевизна значит здесь такой вот крепеж на голову наголовник регулируется он тем что здесь этот шпенек вставляется в одно из вот этих отверстий соответственно на разную на разный размер головы и здесь вот ну по такому же принципу вот ну вот такая начались вот такие вертушки которые позволяют позволяют или сделать так чтобы маска падала ну и наверное видели там сварщики у них маска поднята они кивают головой ман то есть она такой там головой кивнул маска упала но вот это тот самый вариант а можно сделать например чтобы маска не падала потому что например если если детали заготовки находятся внизу на земле то нам нужно чтобы писем не варим и нам нужно что-то там разглядеть внизу без маски соответственно нам нужно чтобы она не падала поэтому просто рукой берем потом мы закрываем для этого и варим уже то что вот внизу поэтому для этого нужны вот эти регулирующиеся вертушки чтобы в зависимости от ситуации делать так чтобы маска или падала или не падал вот другой вариант это такой усовершенствованный вариант дедушкиной маски она уже вся пластиковая стеклышко побольше вообще вот эти все стеклышки стандартный размер то есть и бывает несколько вариантов они все стандартные вот и здесь но вертушки такие же чтобы маска или падала или не падала здесь вот отличается значит регулировка вот это здесь просто такой же пенек но вот эти вот штуки несколько по-другому сделано и самое главное что здесь есть это уже такая наклейка мягкая которая не позволяет который не царапает кожу на лбу не позволяет там каким-то неприятным ощущением появиться потому что вот на этой маске которую я показывал на самом простом варианте там бывают такие ситуации когда если долго варить там немножко все маска там елозит и в общем бывает потом какие-то раздражения на коже но неприятно вот с такой вот с такой наклейкой уже проблем нету и вот самое основное отличие это вот тут такая вертушка которую надо нажать и крутить его сейчас стал самый маленький размер вот мы крутим и вот она вот увеличивается то есть на разный размер головы вот таким таким вращением с нажатием это все регулируется значит у всех масок есть еще одна важная особенность то что это что особенность но общем это важный элемент то что на самом деле вот эти стеклышки они все меняются их на самом деле она не одно а два то есть вот здесь вот так ну это крепеж такой за счет такой штучки крепится это все и сейчас я вот вы на стекло покажу на самом деле это не стекло вообще на самом деле стекло вот оно защитное просто стекло самое обыкновенное а вот это собственно светофильтр и и светофильтры есть разные степени затемнения и эта степень затемнения зависит от токов от сварочных токов значит маркируются они или по нашему госту значит в нашем случае это тис и там цифры начинается по моему стройке для электросварки то есть там 34 и так далее или по один там цифры как-то у них градат так скажем то есть там цифры больше у них более мелкая градация чем у наших чем чем по нашему стандарту ну там есть то есть 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 таблицы какой какой стандарт наш соответствует какому дин вот это все есть и это найти не проблема значит по поводу значит наших стекла по поводу наших стандартов конечно все зависит от зрения сварщика от каких-то еще дополнительных условий но самая самые ключевые моменты что где-то до 100 ампер примерно используется тройка по нашему госту тис и и дальше там они идут примерно через каждые как бы 50 ампер то есть после от 100 до 150 ампер там уже четверка от 100 200 ампер пятерка и так далее это все может быть плюс-минус может быть там не каждый 50 может быть может быть там каждый 40 ампер то есть это так но порядок порядок цифр примерно такой что вот но конечно надо смотреть потому что если кого-то зрение плохое соответственно нужно какая-то корректировка оставлю все это на место вот ставится это они ставятся просто или вместе или один за другом и вот такой вот штучка это все закрепляется вот защелкнулась все все в порядке ничего никуда не девается так и мы переходим к третьему варианту самый крутой самый пафосный самый современный это вот такая маска которая называется хамелеон то есть нет ни маска называется это стеклышко называется потому что здесь на самом деле не стеклышко а целая система вот мы здесь видим вертушки так сделать что видно здесь разные вертушки есть это регулировка это регулировка времени срабатывания от начала зажигания дуги это нужно быть регулировка соответственно самого степени затемнения это должна быть регулировка того времени которое стекло темно после того как закончилась гореть дуга ну то есть бывает ситуация что допустим дуга прервется там на какое-то мгновение и потом опять восстанавливается это может быть там или из-за того что сварщик что-то там не совсем правильно сделал может быть какой-то дефект детали может быть там что-то с напряжением ну то есть разные бывают причины но смысл бывает в том что дуга там на момент погаснет и опять продолжается что в этот момент не получить яркий свет глаза дуги то используется такой еще параметр чтобы вот это стекло осветлялось не сразу как только закончилась дуга гореть а через какой-то там небольшой промежуток времени он тоже устанавливается вот на некоторых на некоторых масках бывают не все эти параметры то есть на некоторых всего два или три на некоторых еще больше вот ну в общем в общем примерно так значит все а да еще один важный момент саму стеклышко вот на этих масках стоит стеклышко которая собственно даже не стеклышко это какая-то полимерная уже штука какая-то пластмасска вот принципе можно ставить пластмасски можно ставить стеклышки то есть размеры как я говорил стандартные вот ну пластмасска стоит там порядка пятидесяти рублей по по нашим временам вот на 2012 год стеклышко стоит там порядка семи рублей при том что стеклышко это стеклышко пластмасска все таки она может прогорать как-то то есть при падании всяких искр кусачка кусочков шлака и прочего всей этой гадости которая летит от сварки от сварочной ванны соответственно пластмасска будет портится больше так что ну как говорится решайте сами что еще здесь вот используется еще более такая более мягкая более такая приятная защита и она идет на большие на большей поверхности этого наголовника чем здесь есть вот маленькая такая полосочка и все вот а мне все таки все так еще более цивильно что еще сказать значит хамелеону нужны батарейки то есть там довольно сложная система здесь вот стоит здесь находятся фотоэлементы их два потому что может так случиться что сварочная дуга будет загорожена от от одного из них и дуга будет гореть но стекло не затемнится вот поэтому на всякий случай делается два максимально далеко разнесенных друг от друга вот в общем это довольно сложная система и конечно этот вариант самый самый дорогой самый самый наверное удобный то есть стоит такая маска раз наверно в 10 как минимум дороже чем вот эти два варианта может быть даже и дороже даже есть варианты которые в 20 раз дороже чем вот эти то есть ну и работа с ними конечно удобней ну вот с с этим вот с этой маской например я вот работаю мне я бы не сказал что как-то вот прям уж сильно сильно я чувствую какой-то дискомфорт так что ничего такого уж прям особо плохого про остальные варианты сказать тоже не могу это дело дело вкуса дело привычки значит еще должен предупредить насчет конкретно до этого хамелеона дело в том что если его неправильно настроить то можно повредить глаза потому что если поставить большое время срабатывания от начала дуги то можно ловить сверчков ловить сверчков это на жаргоне сварщиков означает собственно посмотреть на сварочную дугу без защиты то есть в любом случае там или перед ну или вскоре после зажигания дуги или не дождавшись пока дуга погаснет или как-то в процессе неважно когда но смысл в том что этот взгляд на дугу без защиты глаз и такие сверчки на самом деле очень вредны для зрения и вообще это небезопасно потому что какое-то время человек просто ослеплен он не видит ничего и если в это время там что-то произойдет если мы говорим каком-то не то что там вы себя на даче варите и все но не не видел и там пошел посидел там в беседке все там глаза пришли в порядок все нормально а если говорить о какой-то обстановке там допустим производственный или близко к производственной или где какие то есть прочие опасности то ну что говорит человек который что-то не видит это это всегда плохо вот поэтому значит можно ловить сверчков конечно в такой степени чтобы вас лепнуть вряд ли чтобы ничего не увидеть вряд ли это вы так словите но тем не менее если ловить сверчков для глаз это вредно вот поэтому нужно стремиться к тому чтобы маска стекло затемнялось как можно раньше и на всякий случай ставить подольше вот это чтобы она оставалась темным после того как дуга закончила гореть вот и тех вариантов у тех моделей у которых есть регулировка затемнения ставить максимально как бы темный вариант ну максимально темный что при этом вы конечно не видели то что вы варите вот потому что иногда людям кажется классно ярко все видно все 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 хорошо вот а на самом деле глаза от этого страдают поэтому поэтому эти варианты в этом смысле более безопасные ну может быть конечно кто-то будет спорить пожалуйста но вот мой опыт говорит о том что с этим надо быть осторожнее у меня снова было 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 были ситуации когда я что-то там тоже не совсем но поначалу с регулировками напутал у меня вот реально мне болели глаза там то есть я варил сколько-то часов и потом у меня вот весь вечер болели глаза и на следующий день тоже то есть я видел нормально но просто было вот ну просто болят глаза и все вот вот такие дела значит и еще одно мера предосторожности все таки я бы посоветовал момент зажигания дуги глаза просто вот с самим закрывать даже когда же в маске все но вот глаза просто вот зажигать закрывать прошу прощения вот чтобы вот этот вот момент пока срабатывает пока затемняет стеклышко чтобы не не смотреть на дугу то есть там какие-то миллисекунды микросекунды ну тем не менее дуга горит и горит и вы не смотрите не не через затемненное стекло поэтому я посоветовал момент зажигания дуги глаза закрывать ну и потом там через секунду можно открыть уже стекло будет темно и все будет в порядке так чтобы не выросли да и и и и и